Привет, дорогие друзья! Мы с вами на озере Харис, в большом озере Харис. И это излюбленное место рыбаков и птиц рыбачащих в этом озере. Вы видите красивую белую цаплю, которая устроилась на знаки. И вот она улетела. Посмотрите, сколько людей на пирсе рыбачат. Что-то они там вытягивают из воды. Может сегодня рыбалка удачная, может неудачная. Но как они рыбачивают, закидывают удочку и тянут ее. Закидывают удочку и тянут ее. Когда удочка приходит пустая, не пустая, а когда полная. А здесь, в этом озере, обитают также аллигаторы. Это естественная цепь озер, по которой они путешествуют легко и свободно из одного озера в другое. То есть мы с вами только что были на озере маленький Харис. И здесь на большом абсолютно та же самая флора и фауна. Но на том озере, мне кажется, вода свежей, потому что знаков о сине-зеленых водорослях я не читала на малом озере Харис. А здесь повсюду вот такие желтые тревожные знаки, говорящие о том, что в воде находятся сине-зеленые водоросли, которые опасны для здоровья человека и животного. Здесь такой маленький туалет. И перед нами огромное солнце и трасса. Это такой большой пирс, которым причаливают большие лодки, катамараны. И очень много знаний. Вот этот знак связан с тем, что некоторые ограничения связаны с тем, что у нас сейчас коронавирус. Вот этот желтый знак. Здесь знак, говорящий о том, что нельзя рыбачить с палубы и какие транспортные средства можно здесь использовать. Просят защитить от того, что там горючее сливают или масло в озеро. Также, вот еще один интересный знак. А как раз то, что связано с COVID-19, это то, что не больше 19, а не больше, сейчас скажу сколько человек, 10 человек на борту. Не больше 10 человек на борту. Такие ограничения. Сейчас я покажу вам, какая тут рыбка ловится. Вот на этом знаке statewide bus. Изображена рыба bus, да? И вот эти вот, как говорится, regulations, говорят о том ограничения. Какие рыбаки должны знать, что в одном мешке должно быть 5 большеротых басов. И только один из них может быть 16 дюймов в длину. Не больше, чем 16 дюймов. Как вы видите, обозначение 16, вот вы подошли и померили, какого размера ваш бас. То есть 5 рыбок изображено, и ни одна из них не должна превышать 16 дюймов. Вот здесь вот, возможности для спортивной рыбалки. И еще просят предотвратить распространение хидрилы и других водных растений. И предлагают очищать лодки от всех растений, которые нацеплялись на лодку. То есть не растаскивать их по другим озерам. И еще, что здесь запрещается на большой скорости гонять. Посмотрите, какая красота вокруг. Озеро очень красивое, голубое. И сейчас кругом такая красивая растительность. Все выглядит ярко. Мы видим рыбаков на лодке. Они, конечно, рыбаки не нарушают правил рыбной ловли. Я вас с ними тоже ознакомила. И другое предупреждение, на другой стороне, о том, что сине-зеленые водоросли в воде нельзя купаться, потому что она ядовита. Но рыба не ядовита. И рыбу, оказывается, можно даже привлечь еще из этого озера. Здесь рыба экологичная. Ну, вот такая информация для рыбаков. Если у вас возникнет желание порывачить, Ну, конечно, если живете в Вуфаре теперь, Я думаю, что это очень комфортное место для рыбаки. Всего доброго вам. Мы любим вас и ждем ваших рыбаков.